Спустя год после указа президента началась реальная работа по выдаче земельных участков семьям, в которых воспитывают троих и более детей. На сегодняшний день в Управлении социальной защиты населения Анапы на учете состоит 1524 многодетные семьи. Конечно, не все они нуждаются в улучшении жилищных условий и конкретно в земельных участках, но большинство из них зарегистрированы как нуждающиеся. Начиная с 2011 года мы начали заниматься этой работой, но динамика такая. Вот смотрите, в 2011 году было выделено два участка для многодетных семей, в 2012 260 земельных участков и за 9 месяцев неполных 2013 года мы выделили уже 348 участков. Общее количество 610. До конца года еще будет сформировано 230 участков. Их тоже предоставят анапским многодетным семьям. Эта работа, по мнению мэра Анапы Сергея Сергеева, бесконечна. Благосостояние анапчан растет и вместе с ним растут семьи. И это только радует. Несколько сотен земельных участков выделены, что называется, в натуре. Но возникла новая проблема и весьма существенная. Участок у нас в Пятихатках. Участок устраивает, место такое доступное. Единственное, хотелось бы, чтобы провели все коммуникации к тому моменту, как мы начали строиться. Спасибо администрации за то, что предоставляют нам такую возможность. Мы хотим дом на будущее детям. То есть один из детей будет там проживать. Спасибо большое нашему государству, что заботятся так о нас. Но, к сожалению, на этих участках нет ни воды, ни света, ни газа. Дорог даже нет. Просто приезжаешь, чистое поле. Два километра с одной стороны деревни, а два километра с другой стороны деревни. И больше ничего нет. Даже не можем найти свой участок, где он находится. Думаю, туда переедем, когда дети станут постарше, а детям что-нибудь в городе. Дорогостоящий проект по обеспечению новых микрорайонов, а именно таковыми они станут, когда многодетные семьи туда переедут, инженерной инфраструктурой для местного бюджета задача не посильная. Но выход найден. И вопрос, решенный на 99%. На сегодняшний день из 610 земельных участков, предоставленных многодетным семьям, ни один не обеспечен инженерной коммуникацией. С целью исправления данной ситуации администрации собран соответствующий пакет документов, уже сформирован, подан в администрацию края. И мы надеемся стать победителями конкурса на выделение финансирования на условиях финансирования из краевого бюджета и из местного бюджета для строительства, но в первую очередь для проектирования инженерных коммуникаций. Мы выбрали 4 массива, которые включают в себя 275 земельных участков. Выбрали, исходя из очередности, то есть те семьи, которые в первую очередь их получили и сегодня готовы начинать строительство. Но, безусловно, при наличии сетей это будет быстро. Данные земельные участки будут обеспечены газом, водоснабжением, электроэнергией и обязательно дорогами. А пока к земельным участкам проводят коммуникации, многодетным родителям пора присматривать проект дома и по завершению прогладки инженерных коммуникаций воплощать заветную мечту загородного имения в жизнь. Вадим Родин, Артем Зиборов, Анапа-Регион.